Мы сделали длинную кювету с прозрачными стенками. Она до половины залита пресной водой. Теперь зальем в кювету крепкий раствор поваренной соли с помощью сифона. Плотность соленой воды заметна выше плотности пресной воды. Поэтому соленая вода растекается по дну кюветы, вытесняя пресную воду вверх. Яйцо тонет в пресной воде и плавает в соленой. Поэтому оно висит на границе двух сред. Посветим лазером через боковую стенку кюветы. Какое чудесное зрелище! Посмотрите, луч света идет внутри воды не прямо, но загибаясь вниз по дуге. Попробуем объяснить это удивительное явление. В начале опыта граница между пресной и соленой водой была резкой. Показатель преломления воды тем больше, чем больше в ней концентрация соли. Поэтому на границе раздела световой луч преломляется. А как быть, когда соль диффундировала и граница раздела расплылась? Мысленно разделим воду на тонкие горизонтальные слои с показателем преломления, растущим с глубиной. Переходя из слоя в слой, луч света постепенно преломляется сильнее и сильнее. В результате путь луча оказывается криволинейным. Различие показателей преломления может приводить к искривлению световых лучей не только в воде, но и в воздухе. Посветим фонариком на горящую свечу. На стене мы видим тень. От чего она? От дыма? От пламени? Нет, эту тень создает горячий воздух, поднимающийся вверх. Показатель преломления в горячем воздухе меньше, чем в холодном. Поэтому освещение экрана получается неоднородным. Мираж – это удивительное явление природы, которое можно наблюдать, когда одни слои воздуха прогреты или охлаждены сильнее других. Если нижние слои воздуха охлаждены, лучи света загибаются вниз, в результате чего наблюдается верхний мираж, плавающие в небе корабли или острова. Если нижние слои воздуха нагреты, лучи света загибаются вверх, и возникает нижний мираж. Так в жаркий летний день на автомобильной дороге бывают видны лужи, хотя никаких луж на самом деле нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова